Есть какие-то теории, в которых зарядок масштаба не зависит? Да, вот если вы посмотрите на бета-функцию, она там 11 третьих НС минус 2 третьих НФ. Вот вы просто можете сказать, что когда НС и НФ я могу так подобрать, чтобы они просто друг друга сократили. То есть я там выберу столько-то флейверов, сколько мне надо и столько-то цветов, чтобы у меня просто там ноль было. Ну и все, и не бежит у меня заряд. Вот, пожалуйста. И тогда поправки будут только к массе за счет глионов, да? Значит, ну, поправки к массе, там вот эту аномальную размерность массы, вот это вот что-то там CF, да, там было, что там, 3 CF. Ну, вот этот коэффициент, мы считали его, да? Сейчас я его гляну. Ну, там что-то типа там 8 третьих должно получаться. Ух, значит, и получится. 3 CF на β0, но β0, оно уйдет сократиться, поэтому останется, 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 останется там вот сколько-то CF, 3 CF, да? Вот, ну вот если бы у вас CF еще, значит, нулю равнялся, ну тогда я с массами был бы все хорошо, но вот CF нулю не равняется, да? Вот. То есть поправки к массе останутся вот в этой теории, когда число цветов и флейверов так подобрано, чтобы эта функция стоит. Ну, и еще, это она будет стоять вот в одной петле, да, вот в следующей поправке, там не факт, что она будет стоять, там будут какие-то другие коэффициенты и так далее. А вот, я еще раз говорю, в некоторых суперсимметричных теориях там вот люди доказывают, что во всех петлях, скажем, она стоит. В этой функции равна нулю. Вот, такое есть. Спасибо. Так, и еще по той лекции замечание такое, ну вернее не замечание, а утверждение, которое я не сказал. Значит, зависимость, 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 ну или так, скажем так, генерация масштаба за счет квантовых поправок называется размерная трансмутация. Так что, если вы услышите такое, то это вот оно и есть. То есть, это имеется в виду следующее, что вот у вас не было в классическом действии масштаба, ну если массу убрать, кварка, да, вот, а в поправках он появился, это или вот это мю квадрат за счет размера снорегуляризации, или лямбда КХД, который вы явно туда напишете. Вот, и вот эта вот генерация, вот этого масштаба называется размерностная трансмутация. Вот, и на этом я тогда аномалию следа закончу. И будет у нас следующая тема. Вот. А следующая тема у нас называется аномалия. Что говорите? А, это у вас? Пардон. Аномалия Адлера. Белла. Жакива. Жакива. Так, а мы снимаем, да? Да. А, ну, хорошо. То есть, аномалия Адлера Белла Жакива. И звук мой идет, да? Да, чудесно. Или ее еще называют киральная аномалия. Киральная. Еще ее называют треугольная. Вот. Ну и аксиальная. В общем... Там вторая Белла, да? Белла, да. Белла. Вот. Вот такая вот аномалия. Я напоминаю, что аномалии – это некие такие нарушения классических законов за счет квантовых поправок. Вот. И она, в частности, важна для структуры вакуума КХД. Дальше распад, скажем, пион в 2 гамма происходит ровно через нее. Ну и много где в других местах она нужна. Поэтому вот мы ее сейчас выводить будем. Начнем мы. И эта аномалия, она в этом смысле есть уже в квантовой электродинамике. Вот. Поэтому я буду выводить для квантовой электродинамики. А потом в квантовой хромодинамике модификация, которая получается – это некий цветовой фактор, грубо говоря, 1-2, которую там нужно дописать. Ну и я покажу, как ее дописать. Вот. Значит, начнем мы так. Итак, эта аномалия, она связана с фермионами. Поэтому я производящий функционал буду писать только для фермионов, для глюонов или, соответственно, для фотонов. Вот он там есть, но ничего с ним не происходит, и поэтому он мне не нужен. Значит, и как это выглядит? Это выглядит вот так. Вот я функциональный интеграл по полям в Си и Пси-бар. Есть степени И. Я напишу штрих, потому что я сейчас сделаю преобразование. От Пси перейду, Пси-штрих перейду к Пси и буду Пси везде возить. Поэтому, чтобы мне штрих не возить потом, я его вот так напишу. Значит, что у нас там? ИД со шляпой минус М. Пси-штрих. То есть вот производящий функционал для фермионов. Вот. Что мы можем сказать? Как вообще в этом формализме выводится закон о сохранении? Они выводятся так. Вот давайте сделаем некое преобразование, а именно вот такое. Пси-штрих – это Е в степени И гамма 5 на альфа Пси. Пси-штрих бар – это Пси-штрих Пси-бар. Е в степени И гамма 5 на альфа Х. Значит, и вот тут, и вот тут знаки одинаковые. Альфа от Х – это некая функция просто, значит, от Х. Ну, гамма 5 – это наша обычная гамма 5. Вот такую замену переменных, если мы сделаем, подставим туда. Вот если мы ее сделали, подставили туда, ну и сюда, соответственно. И потом мы выделим, скажем, будем считать альфа Х мало, да, разложим тут все по альфа Х, и у нас получится все то же самое плюс нечто. Но так как это просто замена переменных, то вот это нечто, пропорциональное альфа Х, в силу того, что альфа Х я могу взять любым, вот то, что при альфа Х будет стоять, это и будет закон сохранения, поскольку он должен быть равен нулю, потому что я просто сделал замену переменных. Вот такая логика. Вот что там будет стоять, это и будет вот наш закон. Для начала. Там не стоять, а второй минус, наверное, да? Нет, я же сказал, и там, и там плюс. Вот. Вот, значит, чтобы это вот все делать, мне нужно такое вот равенство. Е в степени и альфа. Ну, я Х писать не буду, но я буду подозревать, что это функция, а не число. Мне это надо будет. Гамма 5, гамма мю, Е в степени и гамма 5 альфа. Вот это вообще говоря, гамма мю. Вот. Доказать это можно следующим образом. Мы скажем, что ну вот пусть это f от альфа. Да? Тогда f' от альфа это что? Это Е в степени и альфа гамма 5. Я продифференцировал, гамма 5 спустилась. Значит, и здесь продифференцировал, она тоже спустилась. В итоге я получаю антикоммутатор Е в степени и альфа гамма 5. Вот. А гамма 5 со всеми, значит, антикоммутирует. Это 0. Поэтому f от альфа равно f от 0. Ну и, соответственно, это равно гамма мю. Да? Вот. Это я вот сейчас подставлю, и там встретится. Вот. Давайте подставлю. Что будет вот, когда я буду в действие подставлять? Мое действие, соответственно, будет равно. Значит, будет равно. Интеграл dx. Тут будет psi. Здесь в степени и альфа гамма 5. Сверху. Здесь в степени альфа гамма 5. Тут и d со шляпой. а со шляпой. s шляпой плюс а со шляпой минус m. Вот. Значит. Вот. Тут и в степени и альфа гамма 5. Пси. Вот. Хорошо. Вот, когда я этой производной буду сюда действовать, я могу ее действовать дальше, на psi, я могу вот на это действовать. Когда я на это подействую, у меня и производная от альфа гамма 5 спустится, и у меня получится. И у меня получится. Значит, есть в степени и альфа гамма 5. С минусом. Значит, тут будет, тут будет что? Тут будет d альфа со шляпой. Ну, вот так, наверное. Вот так. То есть d, как она была свернута с гамма-матрицей, так и свернута. И вот тут еще гамма 5. Гамма 5. Вот. Но гамма 5 я могу перенести за нее, поэтому я тут напишу e в степени и альфа гамма 5 на гамма 5. Вот. Это когда вот это действовало сюда, плюс, плюс, когда оно действовать будет дальше. Скажем так, это будет и, это как был, так остался. e в степени и альфа гамма 5. Значит, и гамма мю, и гамма мю, значит, e в степени и альфа гамма 5, d мю, d мю в си, плюс, e в степени и альфа гамма 5, значит, а со шляпой, а со шляпой, да даже я, хорошо, ладно, e в степени и альфа гамма 5, и этот кусок, да, не очень хорошо написал, тут пси не хватает, d пси, e в степени и альфа гамма 5, пси, вот, и минус m, минус m, e в степени 2, и альфа гамма 5, пси, вот вроде все написал, ну и теперь можно смотреть, значит, использую вот то тождество, у меня получится, пси с чертой, значит, вот здесь, это у меня производная по альфа, но она, значит, это просто число, она не матрица, я ее вынесу, а тут гамма мю стоит, гамма мю вот с этим, дает мне просто гамма мю, ну и я пишу, минус, соответственно, d со шляпой альфа, на гамма 5, на пси, здесь то же самое, так и у меня, откуда, а, и вот оно, значит, здесь то же самое, я могу просто эти зачеркнуть, у меня получится, плюс и d со шляпой, который на пси действует, здесь, соответственно, просто плюс, а со шляпой, который на пси действует, вот, ну а это вот как есть, минус м на пси, на е в степени, 2 и гамма 5, альфа, на пси, вот, и того, и того, и того, и того, значит, получается, что вот это действие, интеграл dx, интеграл dx, с чертой, с и d со шляпой, и d со шляпой, значит, минус шляпой, альфа, гамма 5, гамма 5, минус м, гамма 5, альфа, пси, вот такое, значит, выражение, вот если на него посмотреть, что мы увидим, мы увидим, что вот скажем, если альфа постоянная, то первого члена нет, второго, да, если альфа постоянная, вот этого члена нету, и если, скажем, масса равна нулю, то и вот этого члена нету, это у нас симметрия просто, то есть действие относительно вот таких преобразований, инвариант, раз оно инвариантно, есть некий закон сохранения, вот, и его можно найти, это классический закон сохранения, опять-таки, как тогда там, масштабное преобразование в безмассовом случае, есть закон сохранения, ток дилатации сохраняется, здесь сохраняется вот такое, значит, некий ток, отвечающий вот такому преобразованию, мы его найдем, вот, но если масса есть, то этот ток, соответственно, не сохраняется, а имеется поправка порядка масс, мы тоже это напишем, вот, хорошо, вот эта вот формула, так меняется действие, замечательно, но, это на самом деле еще не все, вот это было бы в классике, что действие поменялось, соответственно, этого нет, например, этого нет, закон сохранения есть, по теории Миньотер мы его находим, если у нас квантовая теория, то что должно быть еще, кроме того, чтобы изменить действие, нам нужно вот эту меру заменить, вот, тут нужно написать якобиан еще некий, если мы будем делать преобразование, вот я сейчас его напишу, да, вот тут, вот тут, разрешить цена, если мы с действием сейчас, как по очереди, я покажу, как меняется действие, потом я покажу, как меняется вот это, аномалия, собственно, придет из-за того, что вот когда вот это меняется, возникает якобиан, мы его в экспоненту заносим, и у нас подавляется тут некий лишний член, вот это и есть аномалия, вот, значит, итого, даже если мы положим, что альфа постоянно, и м равно нулю, у нас все равно будет там поправка. Значит, ну, будет поправка некая, да, просто в функциональном формализме вот все эти законы выводятся все-таки с функциями по алифу, а не постоянными, потому что тогда вы сразу получаете закон сохранения. вот смотрите, вот я про это забуду пока, вот тут у меня стоит D альфа, да, я по частям ее проинтегрирую, что у меня получится? У меня получится, а вот давайте это сразу сделаем, у меня получится, значит, вот это как было, так и осталось. Если я буду смотреть изменения действия, апсис чертой, и D со шляпой, вот я минус M выделю на Пси, вот отсюда, значит, я M взял. И что у меня остается? У меня остается, у меня остается, вот здесь я могу проинтегрировать по частям, то есть я говорю, что это полная производная от всего, да, то есть от Пси с чертой гамма-мю, гамма-5, Пси, минус, который мы выкинем, где-то там далеко все поля спадают, да, минус производная от Пси с чертой, гамма-мю, гамма-5, Пси на альфа. Поэтому в итоге останется плюс альфа от Х, вот, плюс альфа от Х, тут у меня будет Дмю от Пси с чертой гамма-мю, гамма-5, Пси, вот, это я проинтегрировал по частям. Здесь что останется? Я говорю, альфа маленькая, буду раскладывать вот эту экспоненту, у меня получится единица, единицу я уже взял вот сюда, и останется тут, соответственно, минус 2и, 2и, альфу я уже вынес, Пси с чертой, гамма-мю, Пси. Вот. Предположим, что вот Якобиан у нас единица, это не так, мы сейчас его сосчитаем, это Якобиан, но вот если он единица, то изменяется только действие, да, и мы говорим, что вот это вот старое действие, вот какое было, такое и осталось, в новых переменных, вот, соответственно, все, что к ней добавилось, альфа, это произвольная функция, должно быть равно нулю, и вот мы получили закон сохранения, который выглядит так, который выглядит так, вот это, это называется аксиальный ток, значит, gа от x, Пси с чертой, гамма-мю, гамма-5 Пси, вот, гамма-мю, гамма-5 Пси, и у нас получается закон такой, что д-мю, gа-мю, равняется 2и, а Пси с чертой, массу я забыл, Пси с чертой, гамма-5 Пси, вот вам, пожалуйста, это классический закон, который говорит, что аксиальный ток сохраняется, если частицы безмассовые, вот, аксиальный ток сохраняется, если частицы безмассовые, то есть, вот так он выводится в, ну, если мы говорим, что альфа не равна, не константа, вот, если альфа констант, то мы вот потеряем миньольтер там, в общем, как в прошлый раз, вот, а тут вот оно сразу, значит, это я запомню, вот, что добавка к действию, она вот такая, альфа от x на вот это, да, я все сотру и буду считать якобиан. Так, значит, что будет? После того, как мы это сделали, у нас получается, что это интеграл dps, dps бар, dx, dx, значит, psi с чертой и d со шляпой минус m psi плюс альфа, соответственно, dmg, а, минус 2i, m из чертой, км. dpc. Вот, помножить, на самом деле, на определитель 1-й, 1-й, dpc под dc-штрих, определитель dpc-bar, c-р-штрих. Вот. Я напоминаю, что для фермионных полей закон преобразования обратный. Вот если бы это были бозонные поля, то я должен был бы написать сверху psi штрих, снизу psi, да, чтобы вот это было, а для фермионных я пишу наоборот. Вот. Соответственно, нам нужно считать вот эти определители и посмотреть, что они дают. Вот. Считать их можно многими разными способами. А вот размерность регуляризации, например, в Петский шрёгере посчитано. Ну, там немножко по-другому всё, но тем не менее, в размерность регуляризации это там посчитано. Мы будем считать, вот, попробуем. Сделали замену на psi, что ли, да. Детерминант не обратный? Вот я только что сказал. Если бы это были фермионные поля, детерминант был бы обратный, бозонные поля. А фермионные поля, у них детерминант обратный по отношению к бозонным полям при замене. Вот. Это мы выводили где-то там в начале. Вот. Поэтому детерминант правильный. Вот. Детерминант правильный. Хорошо. Вот давайте другим способом, значит, сделаем. Неразмерность регуляризации. Способ такой. Вот. Как считать определитель? Вот. Раньше вы считали определитель следующим образом. Вы говорили, что, ну вот, я там буду вставлять некий полный набор состояний в импульсном представлении, его там считать в импульсном представлении. Размерность регуляризации. А сейчас сделаем следующее. Вот есть у нас оператор D со шляпой. Это Dμ, γμ. гамма-ми-да-ми. Вот у него даже у него есть некий базис состояния, да, некий базис состояний. вот я D на фиэнте, это некая лябда на фиэнте. То есть собственные функции оператора D. Их сложно найти, там что-то там, но, тем не менее, они существуют. Вот. Явный вид, мне их все равно нужен не будет. Соответственно, если делать, если делать вот так, сейчас соображу, это он действует сюда, а вот так он будет действовать обратно. D на, это будет, ну, тоже лямбда на фиэнте. С чертой. Вот. Ну, это, грубо говоря, мы отинтегрировали по частям, и туда, и туда действуем производно. Вот. Есть у нас такой базис, у него есть состояние, и у них есть соотношение ортогональности и полноты. А именно, значит, интеграл dx с чертой и n от x и ж с m от x. Семь проинтегрируем, соответственно, это будет дельта и дельта. Мы, Саи, хотим считать определитель, хотим. А определитель – это матрица в некотором базисе, да? Вот я, вот базис вот этих функций выберу. Вот. Вот, значит, дельта и мн, вот, дельта и мн, да. Это соотношение, значит, ортогональности, да, я их нормировал хорошо, и все. Вот это, ой, и соотношение полноты. Значит, соотношение полноты сумма по n и фи, фи, м, ж, от y, это, г, от x, и, от y, ну, и дельта и g. значит что здесь что n и m это номера функций вот ну их некий набор вот этот номер функций из набор вот и и же это вообще говоря индексы вот но это спиноры до дираковский у него 4 индекс то есть вот и и же это 1234 компонента спинор вот x и y вот точки в пространстве вот соотношение ортогональности полноты так ну и давайте чтобы нам посчитать этот определитель нам нужно исходную функцию psy и конечно и разложить по вот этому по вот этим функциям фи вот ну вот значит будем раскладывать соответственно psy и t ну от x это некая сумма c и t x по n вот так вот так значит это функции собственные функции оператора вот того вот d до большого у этой у этих функций ну и просто функции обычные да то есть если это там было бы свободной теории это просто какие-то там дираковский спинор решение уровня дирака да вот у нас теория не свободно поэтому это некие такие там есть и глюон и все значит вот это но это некие функции от x вот а вот это фи си вернее это дирака этот самый грасманного грасманного функция то есть это грасмановые числа помножить на некие действительные ну не действительно и а некие обычные числа вот так вот вот это эти соответственно обычные числа решения уравнения дирака а вот это грасмановые коэффициенты при них вот так это грасмановое число вот мы разложили вот разложили хорошо значит так замечательно это был psy и тысяч вот эти коэффициенты c какие-то мы о них будем сейчас говорить значит дальше мне вот можно psy штрих еще и штрих соответственно и ты от x раскладываться точно также сумму по им c соответственно штрих и ты н ты и фи и ты от x цента вот вот раскладываем вот раскладывается но я знаю что у меня psy штрих это есть степени гамма 5 там альфа от x на psy я буду смотреть они фенитизимально малые альфа соответственно это просто единица плюс и гамма 5 альфа на psy да вот поэтому это что это сумма по нж единица плюс и альфа и альфа от икс гамма 5 вот альфа от икс гамма 5 значит иzähн нам смж х дом гX так вроде Я напоминаю, что вот и жи это дираковские индексы, и мы суммируем по жи, все хорошо. То же самое, что? Что говорите? Плохо слышно было. Спросите, что не слышно. Значит, вот экспонента, так? Я ее раскладываю в ряд. Я беру первые члены по альфа, это единица плюс и гамма 5 альфа. Вот я и пишу, единица плюс и гамма 5 альфа. И жи это дираковский индекс, это матрица, да? То есть это и жи на ну жи вот тут вот. Это дираковский индекс, это дираковский индекс. Понимаете? То есть все, помножил. А это вот как было, так и осталось. То есть я поставил вот эту. Туда. Вот. То же самое я могу сделать для пси-штриха. Значит, вот у меня пси-штрих. Вернее, пси пока просто. И ты, это сумма по n, c, n, некие другие числа. Фи, значит, n, т, 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 и. Вот. Тут будет пси-штрих от х и т. Штрих с чертой, n, т, и, т. Значит, фи с чертой, n, т, и, т, от х. Вот. И опять я могу вот эту экспоненту разложить. И получится вот такое. Сумма по n, g. Это будет стоять спереди. Фи, n, t, j, t с чертой. c, n, t, j, t с чертой. Что говорите? Вот. Так, это понятно? Все? Люди. Хорошо. Вот, сделал, да? Что такое определитель тогда? Определитель, это я должен, ну, мне удобнее тут обратный определитель посчитать. То есть вот дельта от пси-штриха по пси. Значит, что это такое? Определитель. Значит, дельта от пси-штриха на дельта пси. Это. 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 Значит, вот. Я должен, вот я написал, я должен. Определитель. Я могу его вот так представить. Что? Вы громче говорите, а то не слышно. Мне кажется, там микрофон просто не выключен. Начинает думать, что выключен сейчас. Ну, ладно. В общем, вот определитель, да? Так. Что я правильно делаю? Вот. Мне... Я могу его посчитать в два этапа. Вот дельта пси-штрих по дельта си-штрих будет. Вот. Потом будет определитель дельта-штрих по дельта-с. Да? Ну, и потом, соответственно, определитель дельта-н-ж. Дельта-с под дельта-пси. Вот. Что касается дельта-пси-штрих по дельта-с-штрих. Вот пси-штрих, вот си-штрих. Я по ним беру... Ну, это... Значит, мы можем как говорить. Вот у меня есть некая решетка x, да? Там некое число переменных x. x1, x2, xn и так далее. Вот. И у меня есть n мое, тоже меняется от одного до там какого-то числа. И это вот эта вот. Это матрица x. Ну, у нее индексы x и n. Вот. Соответственно, определитель x в переменных x и n я могу найти. Это и будет вот этот икобиан. Вот. Соответственно, я пишу. Я просто дельта-пси-штрих по c-штрих беру. Это вот этот коэксцент, это хи. Соответственно, это определитель. Хи, n, x, тв. И там тоже есть. Вот. Соответственно, вот здесь последний определитель. Это определитель обратный к этому. Да? Вот. Ну, средний я напишу. Определитель дельта-пси-штрих по дельта-пси. Вот. А последний определитель. Это определитель обратный к определителю дельта-пси по дельта-с. Соответственно, дельта-пси по дельта-с это тот же самый хи. Да? Такой же, как и здесь. Это базисный функций. Вот. И писать негде. Значит. Я надеюсь, а почему-то в первом итоге знаете с суммой? Какой суммой? А, не должно быть суммой, да? Ну, то есть, вы же брали от всего ряда, вот, кси-штрих. О, кси-штрих по дельта-си-штрих. И это по одной цели, да, полу-штрих-штрих-как? Вот кси, да? Да. Это сумма, значит, вот я и фиксировал. То есть, пси от х это сумма ц-энтых на некую матрицу. Фи, н и х. Так? Х, то есть, это матрица. Это матрица. В общем, я это стираю, потом восстановим, если что. Вот когда мы говорим, мы говорим, пси равно с, ну вот, сумма ц-энтых на фи-энтых. Ну, я вот могу тут х написать, чтобы было удобнее. Вот, я ищу определитель. Вот, дпси по дпсэ. Это х-энтых. То есть, пси х-тв по ц-энтые. Вот. Это один коэффициент. Вот этот, ц-энтых. Ну, понимаете, да? Это матрица, пардон. Это вот этот коэффициент. Пси н-экс. То есть, это элемент матрицы, который стоит в точке х, ну и номером n. Вот. То есть, это просто матричное произведение. Вот эта матрица, там, строка, да? Вот это вот матрица, то есть, эта строка, это, значит, матрица, ну, квадратная. Вот. И вы просто дифференцируете вот это выражение по некому ц-энтому. У вас остается ровно один элемент фи-энтых. Так? Вот. А теперь, ну, фи-эн-экс-твы, это матрица. n меняется в каких-то, значит, пределах x меняется в каких-то пределах. Вот. И определить этой матрицей тут и написан. Вот он, фи-эн-экс-твы. Вот. Я перепишу. Что это мы там берем по дэнта, ц, какое-то конкретное, да? Ц, n, ц. Да, конкретное. Где-то терминал расписан на нижней строчке. Ну, вот дэнта, ц штрих, это какая-то л, дэнта, ц. n, ц, л. Все понятно теперь. Спасибо. Ну, вы понимаете, что, как бы, это, определитель матрицы, это не функция какого-то конкретного элемента матрицы, это функция всей матрицы. Вот. Значит, я там не дописал. Матрица с призерной, да? Ну, вы якобиан, ну. Это матрица, еще раз. Вот у меня аи-то равно, там, я не знаю, а и жи-тое, б-жи-тое. Я дифференцирую по б-жи-тое, я получаю а и жи-тое, да? Если я хочу определитель этой а и жи-тое, это не функция конкретно аи-тое-жи-тое, вот этого элемента, это функция всей матрицы. Да, можно пришло. Вот. Итого, вот этот определитель, определитель dc' по dc, он у вас, у нас получился равен определитель φ, там, n, x, там, и того, некого, да? На определитель dc' по dc' на определитель, на самом деле, φ и n, x минус 1. И вот эти два сократились. Вот, что я хочу сказать. Потому что, ну, dc' по dc' штрих, вот оно, это вот эти φ, dc по dc, это мы перевернем, это нужно dc по dc, а dc по dc, это те же самые φ. Поэтому, вот эти два определителя взаимнообратных, они уничтожаются, нам только вот это нужно сосчитать. Вот. Вот так. Так, то же самое, я это, ну, оно абсолютно так же делается, и, соответственно, это же равно dc' по dc' по dc' определитель. То есть, вот второй наш, как делитель, обратный. Вот. Ровно так же, ну, вот из следующих равенств это будет. Из следующих равенств. вот этот определитель, у нас там другие c, вот этот определитель, соответственно, равен, вот тут c другие, δc' с чертой штрих, вот δc' с чертой роста. Потому что здесь были просто c и ты, c и ты, а вот здесь c с чертой штрихами. Ну, это другие числа, определитель другой. Вот. Теперь, чему же он равен? Чему же он равен? Вот тут, вот тут, вот тут, у нас написано равенство. И мы можем взять его, помножить, помножить на φ mt с чертой от x, φ mt с чертой от x, там, житая, ну, катая, какой-то, значит, помножить обе части вот этого равенства. И проинтегрировать по dx. Вот у меня соотношение полноты, да, оно мне дает вот такое. Я возьму и, значит, такое же, чтобы 0 не получить. Вот. И получу следующее. Значит, я помножаю. Что у меня получается здесь? Я беру интеграл. Интеграл на y, не дельта mn. Я получаю c, штрих, it, mt. И все. Вот из этой суммы. Равно. Равно. Вот если вот этого бы не было, то то же самое я бы получил. Вот. Да? С единицей. Поэтому я напишу, что вот это, на самом деле это единица, плюс некое a, которое я сейчас напишу. на c, значит, g. Так, как я его называл? c, g. c, g. Секунду. g, n я его называл. m, n. m, n, ну, так, c, g, и g. Ну, естественно, да. Вот. Как иначе. Где? a, g, m, n. это интеграл dx. Это интеграл dx. Это интеграл dx. Значит, фи с чертой it, mt, от x, и альфа, от x, гамма 5, гамма 5, и житая, и житая, и житая, фи житая, от x, n, да, и альфа, ты-ты-ты, да-да-да, вот так. Вот закон преобразования наших c. То есть, вот были у нас такие c, стали такие c. И нам как раз нужен вот этот определитель, как c штрих по c. c штрих по c. Что будет это? Наш определитель, соответственно, дельта c штрих по дельта c. Это будет, собственно, определитель вот этого. Значит, это будет определитель, ну, единица плюс а. Вот со всеми этими индексами, да? И ж, mn. Мы знаем, что определитель, соответственно, это е в степени трейс логарифм. Можно написать е в степени трейс логарифм единица плюс а. Логарифм мы можем разложить, а мало, она пропорциональна альфа. Это будет просто а. И поэтому это будет е в степени, ну, примерно так. Трейс ата. Е в степени трейс ата. Вот, и мы приходим к такому. Значит, вот а я написал, что наш определитель это е в степени трейс ата. Вот нужно, соответственно, этот трейс ата сосчитать. И он у нас уже вверху. Соответственно, вот эта трейс ата, это то, что добавится вот сюда, вот в этот закон. Он демюжи милами. Вот это сюда добавится. Вот. Значит, е степень трейс ата. Вот трейс ата. Это интеграл dx Me, alfa, alfa, alfax Ого. , спасибо. 来, alfa, alfax, gm5G, Ng5G, alfax Значит, что такое трейс? Что такое трейс? стресс я должен соответственно вот и же ну помножить на дельта и же вот соответственно тут у меня будет и и сумма и тут вот и вот это гамма 5 и что мы видим сразу же видим мы следующий и интеграл d вот у меня тут соотношение да и след соответственно еще и по м.н. по м.н. тоже а тряпку унесли что еще раз скажите по всем по всем вот сколько там индексов нету по всем индексом вы берете след это след вот как след во первых след идет по след идет по индексам вот тут м.н. да м.н. вот вы помножаете там на дельта м.н. вот помножили вот n стала и сумма по n потом идет еще такой след след это сумма диагональных элементов вот вы говорите м равно n и сумма по n вот я написал n равно n сумму по n вот и здесь соответственно и равно же и сумма по и вот тут сумма по и в этом смысле подразумевает вот сумма по и вот после чего после чего так понимаете что я сделал да со следом вот или нет ну хорошо чудесно после чего я использую соотношение полноты что вот такая вот сумма по n она как раз дельта функция и получу я а тут у меня тот же самый x ну тут тоже x что это у меня дельта от нуля дельта от нуля на альфа от и ну а тут след гаммы 5 след гаммы 5 вообще говоря 0 но если вы вспомните помножить на 0 вот это плохо ну это непонятно что вот это вот таким образом типичная ситуация когда вы то есть тут нет тут не хватает регуляризации вот чтобы вот раскрыть вот это это бесконечности на этот 0 вот это также как если бы эпсилон положили там сразу равным нулю в разверность на регуляризации у вас бы получилось некий ответ который вот такого типа бесконечность на ноль вот что с этим нужно сделать вот это соотношение нужно регуляризовать как его регуляризовывают регуляризовывают его следующим образом вот если вот тут вот сумма по n стоит взять значит не до бесконечности ну то есть не все собственные функции а некоторые большое но конечное число то у вас будет не дельта функция вот здесь а дельта функция такая только на тех грубо говоря ну дельта функция это единица да то есть это будет единичный оператор только на тех подпространствах отвечающих тем собственным функциям которые вы взяли вот в сумме да а на остальных это будет а бы что там вот поэтому регуляризация такая когда вы вот эту сумму заменяете на ну скажем берете тут не все слагаемые да регуляризуйте например вот этим числом n стремящимся в бесконечность вот что при n равном бесконечности у вас там дельта функции а при н неравном бесконечности у вас там нечто вот причем это нечто оно может зависеть ну оно зависеть будет от вашего оператора для которого вы это собственные функции пишите вот значит вот так такая вот регуляризация делается она называется ну раз размывание дельта функции я думаю так это вот размазывание дельта функции вот по-английски она так называется смирим вот значит хорошо и что это означает что я сделаю такое сумма по н фи с чертой так вот тут у меня и ж и ж это некая функция от и без шляпы на м в квадрате и ж и ж и на дельта 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 от x минус у вот что я здесь написал я буду говорить что вот я возьму значит и это с нуля равняется единица f штрих от нуля равняется два штриха от нуля равняется там ну и так далее остальные мне все равно не нужны будут ну и этот бесконечности не нужно равно нулю что здесь написано вот если я беру не все условно говоря то я получаю не дельта функцию а дельта функцию на которую действует остаток там моего оператора вот причем я выберу какую-нибудь функцию f от функции f мне достаточно на самом деле только нескольких условий первое условие чтобы когда тут аргумент 0 она становилась единицей то есть вот это м я буду стремить бесконечности это некий регулятор мой значит и когда м равно бесконечности вот это 0 f от нуля единицы я получаю мою дельта функцию мое вот исходное выражение это аналогично тому что вот эти вот n беру все значит хорошо дальше мне еще от нее нужна гладкость и то что у нас падает на бесконечность гладкость вот я написал что f штрих от нуля f 2 штриха от нуля и f от бесконечности равно нулю больше мне от нее ничего не нужно остальное определить столько удобства так сказать вашим то есть вот так полная система функций полная система функций ну вернее система функций приближается к полной системе функций вот здесь стоит d со шляпой ну и d со шляпой это наш оператор вот для которого эти функции написаны то что я написал в квадрате значение не имеет я мог написать там я не знаю в любой другой степени просто с квадратом не вычислять удобней что здесь важно вот в этом члене что он переходит в дельта функцию когда регулятор значит мой ну стремится куда надо тут в бесконечности он он зависит от именно d со шляпой и это означает что в следах 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 так как это длинная d у меня будет калибровочная вариантность длинная d оно преобразуется помните следах как вот матрица слева на матрица справа обратно калибровочного преобразования то есть вот такая регуляризация сохраняет калибровочную инвариантность вот 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 такого типа регуляризации называется вот дельта функция с мерой например пример мы можем сказать что f от x это е в степени минус там не знаю d в квадрате на m в квадрате да вот пожалуйста при m с тремя бесконечности это единица и все остальное в общем работает вот в эту песке на насколько я помню вот что-то такое написано вот но это не принципиально совершенно вид вы можете взять единица там на единице я не знаю плюс d в квадрате на m в квадрате а можете просто вот d на m взять просто считать будет дольше вот 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 такого типа вещь это мне позволит сосчитать интеграл вот этот осмысленно вот вот была у вас размерностная регуляризация другая регуляризация теперь ну и все в чем мне нужно мне нужно взять туда это вставить вместо вот этого соотношения полноты которая дала мне дельта функцию вставить вот это и посчитать интеграл вот и посчитать интеграл можно еще уточнить да там у нас 0 получался из-за того что мы трейс берем от дамы 5 да да а как сейчас вот это вот регуляризация позволит от этого 0 избавиться просто не вот эта матрица да и со шляпой это дай мю гамма мю так это матрица вот я не зря ежи написал вот это функция от матрицы это тоже матрица соответственно когда вы будете брать след вот 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 это на это у них индексы вот есть да и это будет след вот ну ну произведение двух матриц гаммы 5 и вот этой вот и соответственно вы получите ну некий след да 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 вот не с нулевым трейсом хорошо я это стираю вот это и пишу что будет вот это стираю значит и что будет именно поэтому берется функция от д со шляпой именно поэтому вот все эти функции для оператора д со шляпой именно с гаммой мю вот если бы я взял тут без шляпы то я бы не смог регуляризовать это выражение вот ну просто с колером поэтому тогда след бы гамма 5 был и был и все вот значит и того мне нужен след след вот тут вот интеграл dx альфа от x значит что у меня там стоит Пси м и т гаммы 5 и житая с чертой ага Пси м, житая от x я заменяю я заменяю но прежде чем заменять я если я просто сразу так заменю У меня тут сразу будет дельта от нуля Поэтому я немножко сдвину Я напишу Trace Интеграл dx Вот еще раз Могу например так сдвинуть Можно по другому сдвинуть Значит Вот тут поставлю Дельта от x минус y Дельта от x минус y Альфа от x Значит Вот я ничего не изменил Я просто вот сюда написал y А сюда x минус y Дельту Я интегрирую по y Я получаю что тут у меня стоит x И то что был то и осталось А теперь Ну тут y А теперь я вот это применяю Я получу Я получу Значит Предел При m стремящемся в бесконечности m это вот этот регулятор Так Значит дальше След 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 Так Интеграл dx Альфа от x Интеграл dy Дельта от x минус y Помножить Помножить Тут вот гамма 5 И g Так Так Это наверное уже не надо Гамма 5 И g На На f от И d со шляпой На m В квадрате Ну это даже И Не знаю Если со след На Дельта от x минус y Вот Дельта от x минус y Вот эту Последнюю Я напишу так Интеграл d4p На 2p в четвертой e в степени минус ip x минус y Вот я беру Интеграл pp Я получаю Дельта функцию Да Вот 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 Ну наверное Мне уже ничего не надо Из этого Вот Теперь Вот это Что такое d со шляпой Значит d со шляпой Так Так У меня есть И там Вот у меня стоит f От d со шляпой На m В квадрате И там стоит e в степени ip x минус y Вот И я Вот этим d Вот он Действует Туда дальше То есть Он будет Дифференцировать Вот эту Экспоненту И давать Мне импульс Когда продифференцирует Вот То есть Смысл Вот этого f От оператора Это разложение В ряд Да В рядах У меня будет Стоять Вот это d Оно будет Действовать Дальше На эту Экспоненту Вот Что это Будет Это Будет Ну что такое d большое Ну вернее d квадрат Это Соответственно d мю d со шляпой Маленькая Плюс a со шляпой Квадрат Значит e в степени ip x минус y Вот Когда я буду Действовать d на вот эту Экспоненту Я вытащу Импульс Импульс Так Ну вот Тут будет p со шляпой Но Если я предположу Что тут У меня еще Чего-то стоит То Получится Следующее Что это f Вот p со шляпой Плюс d со шляпой Плюс Так И я где-то Посеял И Я где-то посеял И Вот на m Ну Вот так Значит Смотрите Ну Хорошо По-хорошему Я должен Экспонент Сюда Действую Этим оператором На экспоненту Я получаю Импульс А если я действую Дальше На что-то У меня там Ничего нет Но тем не менее Когда я буду Разлагать в ряд У меня будут Коммутаторы Вот этих d с собой Вот Поэтому Дальнейшее действие Будет Поэтому Это Получится p и d Которые действуют Дальше Вот Ну то есть Например Будет коммутатор Вот этого d С вот этим То есть Я не могу Просто убрать Вот Ну тут Единицы Если этот Д дошел до конца Он подействовал На единицу И умер А если он Встретился С коммутаторе Са Он может Са А коммутировать А d на а Выражается Через f Как мы помним Вот Поэтому Я Здесь Делаю Следующее Я вот это Действую На экспоненту После чего Беру интеграл По d y Вот этой Дельта функции Экспонент Умирает Вот Что у меня Получается У меня Получается Опа Интересно Что там Было Да ничего Там не было У меня Получается Значит Предел При Семешемся Бесконечности Интеграл d x Альфа x Интеграл d y Дельта От x Минус y Я взял Экспоненты Которые у меня Уже здесь Умерла Превратилась В единицу У меня Стоит Дальше Значит Гамм и 5 И Ж На f От p Со шляпой П П П П П П Со шляпой Плюс И Д Со шляпой На m В квадрате Ж И Вот этого И вот этот Интеграл Тут Ну я еще один Интеграл Здесь напишу А d 4p На 2p 4 Здесь Вот Вот такое выражение После чего Что мы делаем Мы говорим Уже очень близко к концу Так что Сейчас закончим Мы говорим Что я сделаю Перемасштабировку P Равно m На p Вот то самое m Которая здесь стоит Если я сделаю P Равно m На p То Вот отсюда m в четвертой Вылезет из дифференциала А вот здесь будет P на m Эти m сократятся Это будет просто p Вот Значит Интеграл Предел Значит Интеграл f x Альфа x f p со шляпой m На m В квадрате Вот Вот-вот И что я вижу Я вижу Я вижу Что Вот Вот этот кусочек Это малая добавка m стремится К бесконечности Я могу Вот эту f Разлагать В ряд Так Тут и жи Тут же и Соответственно Я могу Ее разлагать В ряд Могу Ее разлагать В ряд Что будет Если я в ряд Буду разлагать Ну Первый член Это f От p со шляпой В квадрате p со шляпой В квадрате Это просто p В квадрате Да Вот То есть Это Единичная матрица Понятно Что с гаммой 5 След 0 Этот член Нам не важно Плюс 1 Вторая Значит f Штрих От p В квадрате На Значит Что Вот Вот это Я могу написать Так Это p В квадрате Плюс Удвоенное Произведение Тут будет p Mu И До Ню Делить На m Значит Вот так Вот я напишу Помножить На Гаммами Гаммами Плюс Гаммами Гаммами Ну Один раз Первым был p Вторым d Один раз наоборот Это же меню Вот я раскрываю Вот этот квадрат Значит И вот этот В квадрате Плюс И d Со шляпой В квадрате Вы посчитали Уже на семинаре Вот это или нет И d Со шляпой В квадрате Он в определителе Фермионным Нужен там Для заряда Или нет Скажите мне Если нет Я его сейчас посчитаю Если да Я считать не буду Вот это Гамма Мю Дмю В квадрате Наверное нет Я не понял Ну хорошо Значит Что такое И d Ну и чему это равно Если было Так Это два же меню Это просто 2p И d Скажите Наверное произведение Вот Плюс Ну что Сейчас я нашел Санитар Еще его Давайте Мы считаем Зачем Ты сейчас Искать Ну Как это Как хотите Как хотите Ну давайте Посчитаем Так Вот это Затрем Значит Отступление И d В квадрате Это Соответственно Минус И в квадрате Дмю 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 На Гамма Мю Гамма Да Вот Это уже тоже Не нужно Так Вот это я считаю Да Я должен В ряд Разложить И все Ну Ну на семинаре Меньше В общем Считаем Значит Вот Дмю Дмю На Гамма Мю Гамма Ню Это я пишу Как полусумма Полуразность Пишу Минус Дмю Дмю Соответственно Тут будет Пополам Гамма Мю Гамма Мю Плюс Гамма Мю Гамма Мю Плюс Гамма Мю Гамма Минус Гамма Минус Вот Вот это Два же меню Да Двойка сократится Это же меню Это просто Д квадрат Ну вот То есть И d В квадрате Без гамма Матрицы Это скаляр На единичную Гамма Матрицу Помножается Вот это Это Сигма Меню Соответственно Сигма Меню Значит Вот это С каким Знаком Только Вот это Сигма Меню Сигма Меню Это И пополам Гамма Меню Коммута Вот Соответственно Это будет Минус И пополам Минус Сигма Меню Значит Сжи Меню Вот оно Сигма Меню Это будет Ну еще тут Минус Плюс Сигма Меню Пополам Нет Без пополам Пополам Здрасте У меня еще 6 минут Я очень быстро Да мы позже начали Но Сейчас я Я очень быстро закончу Значит Минус 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 Тут плюс Ну Как это Начало Просто Так Давайте Мы Средоточимся Да Вот Демю 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 Пополам Плюс Вот это Минус Такой же Пополам Вот Логичную Вещь Сделать Симметричной Часть Умрет Потому что Вот это Антисимметрично Останется Антисимметрично То есть Коммутатор Вот И пополам Вот это Вот Помните Что Демю Деню Коммутатор Это Что Что Никто Не помнит Это Это Ф Меню Да Правильно Только Со знаком С каким Нужно Вспомнить Вот И чтобы Я не думал Знак Соответственно Минусы Там будет Соответственно И уберется И тут Будет Просто Ф Меню Да 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 Вот Плюс Вот Такой ответ Значит Для вот этого ИД в квадрате Со шляпой Это ИД в квадрате Плюс Сигма Меню Ф Меню Вот Я его тут Напишу Соответственно И Д в квадрате Плюс Одна вторая Сигма Меню Эх Меню Вот Делить на М Это все Делится даже на М В квадрате Вот Ну и теперь понятно Что я буду Вот эту функцию Раскладывать в ряд Вот я начал Ф от П Это вот Когда я это закрыл рукой Плюс Одна вторая Ф штрих от П На первый член Это вот все Вот это Что здесь дальше написано Но Значит Это скаляр Это скаляр След от него Нули След Я напоминаю Гамма 5 На сигма Меню Тоже ноль Поэтому в первом порядке Ничего не работает В следующем порядке Значит Вот это Все мне даже не надо Оно все равно не работает Вот В следующем порядке В квадратном У меня будет работать Вот этот след Значит Это у меня будет Одна вторая Ф два штриха От П В квадрате На Вот эту добавку В квадрате Опять таки Вот это в квадрате Вот это в квадрате Удвоенные всякие произведения Они не содержат гамма-матрицы Они дают ноль Единственное что работает Это вот два сигма Значит Вот я и пишу У меня получится Одна четвертая На четыре м в квадрате В четвертой Четыре м в четвертой Четыре значит Это вот эти две М в четвертой отсюда Сигма Две сигмы Сигма меню Сигма альфа бета Ф меню Ф альфа бета Вот этот член у меня будет работать Дальше раскладывать не надо Тут стоит м в четвертой Она вот с этой м в четвертой сократится Если я раскладываю дальше Там будет м в шестой Оно помрет Потому что м стремится в бесконечность Итого Для вот этого выражения Ответ будет такой Интеграл Я уже предел не пишу Я м в четвертой Вот с этой сократил Значит дх Альфа от х Альфа от х Значит интеграл Д4п Н в четвертой Н в четвертой Ф два штриха от п в квадрате На след След гаммы 5 Сигма меню Сигма альфа бета Вот Помножить На ф меню От х Ф альфа бета От х Вот этот след Если вы возьмете Он просто берется И равен Чему-то там Значит Чему же он равен Какое чудо Равен он Вот этот след 4и Ну понятно чему Эпсилу меню альфа бета Вот Коэффициент 4и Вот И все Итого Это равно А Еще остается Интеграл Д4п Ф два штриха От п в квадрате Вот этот интеграл Если вы Это совершенно отдельный интеграл Он берется В этой самой Ну просто пишите Угловая часть Этот от углов не зависит Она равна Ну просто считается по углам Потом интеграл по модулю Этот дважды Ф два штриха по частям От интегрируете И используете Что Ф штрих Ф два штриха от нуля Равно нулю А ф штрих от А ф от нуля Равно единице Вот те условия Которые я брал И вы получите Что вот этот интеграл Это просто число Сколько-то пи Вот Сколько-то пи А именно Интеграл Д4п Два пи в четвертое Два штриха от пи В квадрате Это равно И Д4п В квадрате Это упражнение На интегрирование по частям Вот Соответственно Вместо этого интеграл Я пишу И на 4п В квадрате У меня остается Интеграл по Альфа От х Этот след я написал На вот эту вот Ф Структуру Вот И он равен Я пишу ответ Я пишу ответ Я пишу ответ Интеграл ДХ Играл ДХ Альфа От х Альфа От х Где-то Там не видите Да Эпсилон Миню Альфа Бета 16 В квадрате Эпсилон Миню Альфа Бета Вот ответ Так Минус Вот это Аксиальная Аномаль Все Извините Я ушел Все вопросы В следующий раз Так Я все стираю Вам нужно Доска Да Отлично Сейчас затру Продолжение следует Продолжение следует...